ой как говорится копнув поглубже у меня стало свежо в памяти то почему я решил сделать перерыв более чем в 20 лет с ремонтом и реставрации этой замечательной модели ну этой серии вообще аппаратов пришлось это все разобрать как всегда кобздец как поэтому это как бы так по культур не выразиться достаточно трудоемкий процесс и собирать потом тоже до узлов и блоков по-хорошему не доберешься единственным он и даже не значит заплатка уже в расстройствах единственную платку которую не пришлось из шасси снимать это вот это вот тут всего лишь один электролитик который нужно заменить воронежский кстати но суть не в этом суть в том что с лентопротяжкой работать нужно отдельно это я уже завтра займусь как говорится пока я подготовил почву для масштабности трагедии всего и вся хочу кстати говоря еще пару слов насчет лентопротяжки ты сказать здесь же так как маховик маленький вот и перемотки и подмотки через этот пасек действует перемотка по идее здесь должна более нежная быть чисто теоретически чем в той серии маяков стартовать плавно и так далее но минус то что пасек что тонковатое недолговечное изобретение для данного лентопротяжный механизм но во всяком случае мое мнение я ни разу эту модификацию лентопротяжки не щупал пока мы посмотрим как пойдет думаю что если на заводе придумали хотя конечно придумывают много чего то может быть и все должно работать проблем тоже здесь надо смазывать все и вся и соответственно всю вот эту вот все ролики нужно снимать потому что звуки какие-то совершенно нереальные там все вот я так одну руку не крутнул в общем сейчас пытался покрутить единственно нормально вращается двигатель слава тебе господи ко всему остальному есть мягко скажем претензии с механикой возни больше чем я буду вообще с этой штукенции возни мама не горюй потому что так то но с первого взгляда зашибись а для полнейшего нормального ремонта и реставрации болтается малерик шультом отвернулся ну ладно блокировка записи то в общем для нормального ремонта и реставрации вот приходится вот такую штуку делать это однозначно потому что в любом случае конденсаторы нужно менять освежать вот здесь например два этих я на них смотреть даже не могу потому что им хана я уверен по единичке стоят эти возможно они полярные вроде тоже мне они никогда не нравились вот эти вот на инопланетян похожие и в детстве так называл вот но это было еще начале 90 как они пошли ну и собственно 91 год и есть эти в общем да вот этого это же по моему честно уронически конденсаторы в любом случае под замену так каждый блок собственно естественно намного удобнее когда каждый блок извлечена из корпуса корячится внутри корпуса аппарата это удовольствие ниже среднего потому что тем более речь идет не о ремонте как таковом я вообще ремонтом не занимаюсь радиоаппаратуры я занимаюсь в основном реставрации и ремонтом ну и соответственно полнейшая профилактика как без нее то все чистенько хорошенько должно быть а как иначе ты не выявление неисправности есть чистые явления неисправности здесь половины конденсаторов можно оставить по идее ну дарит 4 армянских конечно да их буковка г вот это вот завода это это да вот поэтому что-то как-то да я понял что это такое что это не две секунды к сожалению кстати да под экранчиком ну экран это усилитель воспроизведения кондюрики здесь стоят вот причем миниатюрные ну так называемый бывают сверх миниатюрные просто миниатюрные и обычные ну обычные типа вот это вот миниатюрные тоже конечно их заменить надо вот тоже усилитель воспроизведения ну на уелочки как много где вот уелка вообще самая популярная как я вообще держу на несколько поколений но последние то где 574 быстродействующая стоит это как ну веге 122 варельки 101 и это супер сверх популярных где она только не стояла она и 120 веге и в рапре 102 202 вильмах во всех собственно где только нет короче говоря в наших в катушниках первого класса ростова подобных ростов 105 союз там снежить и тому подобное и ледь так что микросъемка нормальная достойный звук масштабность трагедии в общем сейчас я аккуратненько все буду наверно складывать чтобы готовиться замене электролитов для начала вот эти вот интересные синенькие и пакет китайский да это непонятный какой-то аля хрена узнать вот эти вот воронежские с такими в таких оболочках это вот по японской технологии воронежские конденсаторы никаких тут цветов не бывают они более менее надежные но любом случае как говорится без комментариев только цветодиоды не знаю стрелки всегда симпатичнее мне либо стрелки либо индикатор люминесцентной нравится конечничек заодно поправлю все чистенько приятно когда не копано сам я появилась аккуратно единственная канифоль не люблю убирать не вижу в этом смысла не так что там конечно на возюк она у меня у меня нет такого не бывает но канифольку оттирать от печати после пайки не вижу смысла более и там очень у меня немного получается вот и конденсаторы да все таки все надо менять вот блок питания когда в руках же понятно приятно удобно и комфортно такой не да то там его кстати не поменяешь хрена три кренки обалдеть это по-моему не знаю здесь 25 простой без тире кренки ли были стабилизаторами не помню вот так что в общем работа непочатый край к сожалению так что в общем видео видосики будут продолжаться однозначно вот но уже постараюсь как говорится без лирики особой короткой по делу